Опасное инфекционное заболевание полиомелит преследует жителей планеты на протяжении многих тысяч лет. Особенность и главная опасность полиомелита в том, что он за считанные дни может превратить здорового ребенка в инвалида. Полиовирус поражает серое вещество спинного мозга и проникает в центральную нервную систему. Вирус повреждает клетки передних рахов спинного мозга и ядра черепно-мозговых нервов. Это приводит к развитию у больного острых вялых параличей и порезов. Порезов мышц, шеи, туловища, диахопрагмы, которые могут привести к смерти больного. То есть очень серьезное заболевание. Вызывает полиомелит вирус полиовирус. Он относится к энтеровирусам, к роду энтеровирусу и представлен тремя серотипами. Первым, вторым и третьим. Полиомелитом уже болели в Древнем Египте и Древней Греции. В Египте сохранилось изображение жреца с характерным искривлением ног. Также известно, что были найдены мумии с признаками полиомелита. Древнегреческий врач Гиппократ в своих трудах также его упоминает. Спустя время попытки изучить полиомелит предпринял врач-ортопед из Нидерландов Якоб Гейне. В 1840 году он систематизировал данные о болезни и описал ее характерные особенности. Гейне предложил, что в основе патологии лежит инфекция. В 1907 году ученый из Швеции Викман классифицировал клинические признаки заболевания. Годом позже полиомелит был воспроизведен в опытах с обезьянами. Животным вводили препарат, полученный из спинного мозга больного ребенком. В конце 19-го, начале 20-го веков заболевшие попадали в госпитали надолго – на месяцы и даже годы. Последствия паралича в большинстве случаев оставались на всю жизнь и не поддавались лечению. Если вирус затрагивал мышцы диафрагмы, больных помещали в так называемые железные легкие – ящики, в которых работе легких помогала смена давления. При заражении полиомелитом через 36 часов в носоглоточной слизи появляется полиовирус. В испражнениях через 72 часа. А выделяют они в окружающую среду из носоглотки в течение недели, а в испражнениях до 6 недель. И распространяют полиовирус. И являются источниками для здоровых, непривитых окружающих детей и взрослых. Полиомелит свирепствовал вплоть до середины 20 века. В 60-х годах после появления вакцин от полиомелита детская чума пошла на спад. Так, например, СССР уже в 1961 году победил эту болезнь благодаря всеобщей детской прививочной кампании. Спасительные вакцины были разработаны параллельно и на Западе, и в СССР. И обе были весьма и весьма эффективны. У нас в стране используются две вакцины. Это живая оральная вакцина и инактивированная полиовирусная вакцина. Вакцинация, согласно календарю национальных прививок, вакцинация у нас начинается с трехмесячного возраста. С интервалом полтора месяца, три, четыре с половиной, шесть месяцев первые две прививки делаются убитой, то есть инактивированной полиовирусной вакциной. Третья прививка, потому что она, чтобы не дали вакцины ассоциированного полиомелита, проводится живой оральной вакциной. Ревакцинация в 18 месяцев, 20 месяцев и в 14 лет. На данный момент, благодаря вакцинации почти во всех странах мира, заболевание можно считать практически истребленным. Однако в некоторых странах мира сохраняется высокая заболеваемость полиомелитом. Россия же считается страной, свободной от этой инфекции. С 2002 года все европейские страны, в том числе и наша страна, вообще признаны зоной свободной от полиовируса. То есть у нас в стране не циркулирует дикий вирус, но в связи с тем существует очень много туризма. Есть такие страны, которые эндемичны по полиомелиту. Это Афганистан, это Пакистан, это Нигерия, это страны Юго-Западной Африки и еще наш сосед Таджикистан. А сейчас у нас очень много здесь рабочих из Таджикистана. Они нам могут привести дикий вирус. И вот те, кто не привит, подвергают риску. Впрочем, власти Таджикистана из-за полиомелита ограничили выезд в Россию детей до 6 лет. О случаях завозного полиомелита на российский Дальний Восток стало известно 17 сентября. На территории Хабаровского края обнаружили болеющих полиомелитом детей, приехавших из Таджикистана. По информации регионального Роспотребнадзора, 28 детей, которым неправильно сделали прививки на родине, были отправлены на экстренную изоляцию. О вспышке заболевания полиомелитом также стало известно недавно в Украине. Там у полутора годовалой девочки подтвердили болезнь. Будут курсы восстановительного лечения. Кроме нее, инфекцию зафиксировали еще у шести детей – ее братьев и сестер. Вирус уноситель вообще чувствует себя здоровым и выделяет в окружающий вирус полиомелита. И легкая форма, она протекает как банальная респираторно-вирусная инфекция. Небольшой субфибрилитет, небольшой интоксикационный синдром, может быть там катаральный синдром – это редкий кашель, насморк, головная боль, синдром гастроэнтерита, какая-то тошнота, однократно-двухкратно рвота, разжиженный стул. Но это заболевание очень благоприятное. При симптоматической терапии самоизлечение происходит в течение 3-5 дней. Наиболее опасными являются формы с поражением центральной нервной системы. Между тем, ученые прогнозируют в ближайшем будущем эпидемическую ситуацию. Отчасти это связано с мутацией вируса. Еще одна из причин – недостаточная грамотность современных молодых родителей. Считая прививку от полимелита пережитком прошлого, а само заболевание давно забытым и искорененным, они отказываются проводить вакцинацию своим детям, подвергая их и окружающих страшной опасности. Такое поведение ставит под угрозу здоровье и жизнь не только ребенка, но и окружающих. Поэтому Всемирная организация здравоохранения отмечает, чем больше будет сознательных молодых родителей, которые вовремя сделают прививку своему младенцу, тем меньше шансы на возвращение детской чумы 19 века.